Минус 25, привычная и даже относительно комфортная температура в нашем северном регионе. Зимой здесь бывает и 40, и 50. К таким морозам местные жители готовы. Что надо делать, чтобы не замерзнуть, не получить обмораживание? Ходить, ходить, ходить. Ну, конечно, прикрывать лицо, если сильный мороз, ветер. Всего лишь на все. Двигаться, то есть? Конечно. А я мороз не боюсь, я тепло одеваюсь. Вот такие варежки и валенки. Беречь нос, руки, ноги, тепло одеваться, как я. Тогда все будет хорошо. Между тем, в сильный мороз спасатели настоятельно рекомендуют не отправляться в дальнюю дорогу на автомобиле и покидать пределы города. Если вы все-таки запланировали поездку на дальние расстояния на машине, необходимо подготовиться. Советуем иметь в багажнике трос, лопату, домкрат, а также полностью зарядить мобильный телефон. Запасы продукты, теплых вещей. Если ваш автомобиль в пути заглох, не стоит паниковать. Оцените обстановку, ориентиры, местоположение и расстояние до ближайшего населенного ту пункта. При ожидании помощи настоятельно рекомендуем не спать. Если мороз застал врасплох в пути или там, где нет возможности спрятаться и согреться, увеличивается риск получить общее переохлаждение организма и обморожение. Самое главное снять промокшую одежду. Если перчатки мокрые, обязательно снять мокрые, а здесь сухие и теплые и согревать. При любой степени поражения лучше обратиться к медицинскому работнику, чтобы оценить степень поражения, глубину поражения. С погодой шутить не стоит. И даже если вы считаете себя закаленным и не боитесь мороза, нельзя пренебрегать правилами безопасности. Это может стоить не только потери здоровья, но и жизни. Анна Корязина, Евгений Скляров. Специально для новостей.